Вопросы эвакуации раненых и больных 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 На сегодняшний день, с января 2015 года, выполнено 67 вылетов и эвакуировано 326 человек. В хирургической патологии доминировали огнестрельные и миновзрывные ранения, в терапевтической патологии больные с пневмонией. Вопросы эвакуации раненых и больных Уникальность системы медицинской эвакуации в госпитале Борденко состоит в том, что в одном учреждении под единым руководством решаются все аспекты консультативной помощи на уровне главных специалистов Минобороны, формируются авиамедицинские бригады под конкретную задачу и лечение продолжается пациента в главном госпитале. То есть налицо полная преемственность всех этапов лечения, включая принятие управленческих решений. Значительная особенность такой эвакуации является то, что при необходимости всегда есть гарантированное участие так называемых узких специалистов в оказании помощи конкретному пациенту в конкретном регионе. Главный госпиталь принял на себя большинство эвакуированных пациентов и 90% больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Новым аспектом стали вопросы оказания хирургической помощи в процессе предэвакуационной подготовки. Необходимость участия в полноценной хирургической бригаде в системе помощи связана еще и с тем, что квалификация как военных, так и гражданских лечебных учреждений в вопросах лечения повреждений в ряде случаев далека от совершенства. Хирургическая составляющая предэвакуационной подготовки включала Временную и окончательную остановку кровотечений всех локализаций, ревоскулеризацию конечностей при повреждениях сосудов, лечебно-транспортную мобилизацию аппаратами внешней фиксации, окончательное или временное устранение повреждений живота, в том числе damage control, обеспечение внутри плеврального равновесия. На слайде представлен интерьер реального операционной, реально функционирующего операционно-перевязочного взвода в момент первичной хирургической обработки ран. На этом слайде представлены различные варианты перевода транспортной мобилизации в лечебную, как путем дополнения аппарата КСВП другими аппаратами наружной фиксации, так и продолжение лечения на основе первично наложенного разработанного нами аппарата внешней фиксации. Многоэтапное хирургическое лечение, применительное к повреждениям живота, включало временную и окончательную остановку кровотечений из полых и прентхематозных органов, герметизация полых органов с механическими сшивателями, в том числе без выведения стом, декомпрессия, кишки, эвакуация и окончательное хирургическое пособие в первые сутки после повреждения. Для успешного и безопасного выполнения аэромобильной эвакуации необходима предэвакуационная подготовка, которая включала в себя выполнение санкционной бронхоскопии и при необходимости замена интубационной трубки. Рациональным считаем также подключение режима вентиляции на аппарате LTV-1200, который в последующем использовался в процессе аэромобильной эвакуации, для уменьшения количества переподключений пациента к различным аппаратам. Инфузионно-трансфузионная терапия с необходимостью устранения анемии, коррекцию водно-электролитных нарушений под контролем переносной лаборатории фирмы ЭБЭТ мы используем. Безусловно, эта иммобилизация переломов важнейший этап предэвакуационной подготовки выполняется с использованием разработанными нами комплекса стержневого военно-полевого, так называемый КСВП, декомпрессия желудочно-кишечного тракта и, безусловно, адекватная седация, фармакологический сон, релаксация и обезболивание. Говоря о клинических аспектах аэромобильной эвакуации, необходимо очертить перечень факторов полета, оказывающих неблагоприятное воздействие как на пациента, так и на экипаж воздушного судна. Они представлены на этом слайде. Острая экзогенная гипобарическая гипоксия – основной неблагоприятный фактор полета, которая запускает адаптационные механизмы, а в случае невозможности обеспечения оксигенации на должном уровне активирует каскад патологических процессов в органах-мишенях, чувствительным к пониженному содержанию кислорода. Это приводит к нарушениям со стороны системы кровообращения, снижению сердечного выброса, ишемии, миокарда, гипертензивным расстройствам, расстройствам микроциркуляции. Важнейшим показателем адекватности проводимой ИВЛ является уровень напряжения углекислого газа на выдохе. Профилактика гипо- и гиперкопнии возможна при знании современных режимов ИВЛ. Важной составляющей эвакуации пациентов на длительное расстояние в тяжелом и крайне тяжелом состоянии является лабораторное сопровождение. Современные лаборатории портативные дают возможность определения всех необходимых параметров, необходимых для устранения критической ситуации в процессе транспортировки. Основные особенности мониторинга состояния пациента на борту самолета связаны с пониженным барометрическим давлением и его перепадами. Разработке вопросов регионарного обезболивания в процессе эвакуации мы также уделяли большое внимание. Многочасовая транспортировка пациентов с повреждениями груди, живота, конечностей не может проходить без обезболивания. Накопленный опыт применения регионарной анестезии, эпидуральной анестезии нервных сплетений и стволов указывает на возможность использования продленной регионарной анестезии при аэромобильной эвакуации. Как правило, мы использовали 0,5-0,25% раствор нарапина или сочетание растворов нарапина и фентанила. Получен хороший обезболивающий эффект, стабильность гемодинамики, управляемость и безопасность. Использование методик региональной анестезии также позволяет минимизировать или полностью отказаться от применения наркотических анальгетиков. Внутривенная анестезия СВЛ в процессе транспортировки пациента – наиболее оптимальный метод обезболивания и защиты пациента в критической ситуации от неблагоприятных факторов транспортировки и полета. Уважаемые коллеги, заканчивая доклад, хочу подчеркнуть, что в течение короткого времени, фактически с 2-го квартала 2015 года, в вооруженных силах восстановлено, реорганизовано и функционируют, и совершенствуются уникальные системы эвакуации раненых и больных, пострадавших, объединяющие на базе главного госпиталя все этапы лечения пациентов – от консультативной помощи на основе телемедицинских технологий доспециализированной, в том числе высокотехнологичной. Благодарю за внимание. Спасибо, Евгений Владимирович, спасибо, что понимая, что наши доблестные вооруженные силы работают в различных точках вооруженных конфликтов и санитарно-авиационной эвакуации – единственный способ доставить их в центральные военные госпитали. Эвакуация из точки аэродрома в лечебное учреждение – ваша. Автомобиль, вертолетных площадок нет пока? Да, на сегодняшний день вертолетных площадок нет. Создана вертолетная площадка, которая позволяет в госпитале Вишневского, которая позволяет в критической ситуации пациента перебросить с аэропорта Чкаловский в госпиталь Вишневского. Понятно. А что-то думается в этом плане на перспективе? Безусловно, планируется у нас создание многофункционального хирургического корпуса с вертолетной площадкой. Спасибо. С современной логистикой. Спасибо, Сергей Федорович. Спасибо.